Каннский фестиваль это больше чем официальная конкурсная программа. Внимание зрителей и критики приковано к двухнедельнику режиссёров, независимому подразделению кинослёта. Старейший проект, стартовавший в 69-м, привлекал и привлекает величайших режиссёров. От Копполы до Кена Лоуча, от Аньес Варда до Джима Джармуша. Мы поговорили с Паулом Оретти, программным директором двухнедельника на протяжении вот уже трёх лет. С момента своего рождения двухнедельник стремился выделять своеобразные художественные концепции, которые порой нарушают устоявшиеся коды киноповествования. И мы стараемся сохранять верность этому принципу и этой изначальной миссии через актуальный отбор картин в каждый новый сезон. Мы также хотим, чтобы афиша двухнедельника дополняла основную конкурсную программу Каннского фестиваля. Каждый год на открытии двухнедельника режиссёры присуждают награду одному из собратьев по цеху. В этом году выбор пал на величайшего американского документалиста Фредерика Вайсмана. Ему за вклад в кино вручена престижная золотая карета. Последний фильм Вайсмана «Монровия и Индиана» — это погружение в сердце Среднего Запада, без привычных фильтров, поэзия будничной, одноэтажной Америки. Его работа лежит на стыке кинематографа и социологии. Мы пообщались с режиссёром. Я работаю в изоляции, мало общаюсь с миром кино, и мне очень приятно, что мою работу признают люди, которые разбираются в том, что я делаю. Да, мне было очень приятно, и это стало сюрпризом. Для меня награда — огромная честь, признание моих заслуг за последние полвека. Я горд. Режиссёры наградили на церемонии открытия двухнедельника под бурные аплодисменты. А в качестве фильма открытие на двухнедельник выбрали у эстриама Эммануэля Каррера Жюлиет Бенош в главной роли. Актриса не смогла приехать на фестиваль, прислав всем участникам тёплое послание. В этой картине Бенош играет писательницу, которая выдает себя за уборщицу, чтобы лучше понять окружающий её мир. Всего на двухнедельнике режиссёров в этом году покажут 24 картины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова